вот так прокачивая свою аудиторию вы на что рассчитываете спасибо конечно что ты это все заметила ни разу инициатива не сходила от меня может так случиться что прям только у меня в голове семья занимается благотворительностью по логике она плюс я это семья значит семья занимается благотворительностью вот разобрались я люблю вот эти игры если бы декабы я понимаю это а бы декабы детям надо прививать но как-то отстреливать этот момент музыки стало много границы стерлись вообще кардинально стили смешались что с тобой резонирует о сформулировал бог дал мне талант слухача так скажем главный навык мне кажется для ивана охлобыстина он увлекся восточными единоборствами организовал секцию переписывался с мастерами самообразовался в этом плане это потрясающе в этом есть только лукавство но она мне кажется позволительно для музыкантов вот сейчас я перегнул попробую это не повторять в следующий раз антон здравствуй и спасибо тебе за эту встречу на неве здравствуйте многие музыкальные критики давно отметили что альбомы вашей группы 2517 они из альбома в альбом переживают какую-то трансформацию они становятся все сложнее все насыщение это отражается в текстах в первую очередь потому что много шифровок много метафор много отсылок ваши концерты стали другими очень высокотехнологичными в вокале что-то изменилось в общем одни сплошные плюсы вот так прокачивая свою аудиторию вы на что рассчитываете но если если по-честному то в первую очередь я рассчитываю на то чтобы самим стать лучше это первая для нас задача то есть постоянное постоянное самосовершенствование это наверное наша самая главная задача потому что как только мы поймем по крайней мере я про себя как только мы поймем что это развитие остановилась и у нас нет каких-то идей для того чтобы это развитие продолжить чтобы она продолжилась мне кажется вот тут наступит эта самая точка после которой мы уже сами осознаем что пошли вниз естественно спасибо конечно что ты это все заметила для этого приходится очень очень много работать но об этом мы говорить не очень любим потому что мне кажется таким шиком является тот факт когда ты можешь спокойно сказать ну как андрей говорит текст за 15 минут я написал за 20 максимум вот а музыку я что-то там собрал парней на студии мы что-то покалякали вроде бы неплохо в этом есть только лукавство но она мне кажется позволительно для музыкантов по крайней мере мы себе это позволили ну а что тебе позволяет и помогает вообще так здорово самосовершенствоваться что-то изучает что-то читаешь ведь людям интересно абсолютно все если честно я очень ленюсь я лентяй и я мог бы делать гораздо больше я мог бы уже давным-давно освоить довести достаточно хорошего уровня игру на гитаре освоить а точнее вспомнить и как-то закрепить музыкальные знания музыкальную грамоту мог бы освоить фортепиано уже это бы мне очень сильно помогло но я очень сильно ленюсь вот бог дал мне талант слухача так скажем это главный навык мне кажется для разного рода лабухов и ресторанных музыкантов коим я одно время являлся но вот что-то дальше этого почему-то я ленюсь идти ленюсь тратить на это время я не знаю я не хочу сейчас искать каких-то оправданий все-таки я скажу что это моя проблема и я лентяй но в плане совершенствования что мотивирует это в первую очередь благодарность богу за то что он мне дал за то что я имею потому что все что я сейчас имею материальное или просто друзей даже супругой все это все благодаря музыке и было бы очень неблагодарным отрицать эту сторону так скажем это моя главная мотивация быть благодарным и соответственно раз он мне дал это я должен это как-то оттачивать а ты можешь уже с уверенностью сказать что то чем ты занимаешься это твое призвание я немножко переформулирую если нет на свете больше никакой вещи которую могу делать лучше чем музыку наверное да это мое призвание я не столер не электрик я не режу по камню я не снимаю кино а музыка которую я делаю она кому-то нравится наверное да это мое призвание я надеюсь а были в жизни какие-то такие действительно трогательные отзывы от зрителей от фанатов которые помогали понять что все не зря то есть возможно какие-то измененные жизни и судьбы но мы все-таки с андреем александровичем сторонники такой теории музыка она как наверное и кино не может кардинально изменить чью-то жизнь кардинально изменить человека отношение к чему-то вот прям в корне мне кажется это невозможно она может поспособствовать создать нужный фон подготовить эту нужную почву для того чтобы проросло что-то нужное в этом плане да и конечно мы получаем много сообщений в социальных сетях и там есть достаточно трогательные письма такого содержания что вы изменили нашу жизнь мою жизнь вы благодаря вам я выжил или выжил этом бросил наркотики еще что-то это очень приятно и даже есть некий страх что ну это ответственность это ответственность и ты должен признать что это так что все-таки наверно все что ты говоришь она влияет на людей но с другой стороны мне кажется люди чуть-чуть преувеличивать просто как-то так совпало и наверное они хотели и нас поддержать таким образом чтобы мы не сходили с курса антон общаясь со многими артистами среди них были музыканты и разного рода музыканты как-то к общему выводу уже пришли что музыки стало много границы стерлись вообще кардинально стили смешались все вообще изменилось да но много не значит хорошо ты ведь слушаешь хорошую музыку вот что в твоем понимании хорошая музыка что что с тобой резонирует для начала я скажу что музыки я сейчас слушаю совсем немного из-за того что я стала много из-за того что наверное мы ее в больших объемах производили в последнее время мы конечно задали по крайне мере я так это чувствую задали какой-то бешеный темп и за год выпускали по несколько на мой взгляд серьезных работ трудозатратных работ интересных и не халтурных это самое главное вообще против халтуры как таковой и и наверное из-за этого немного у меня поубавилось желание знакомиться с чем-то новым это плохо это плохо потому что татьяна анциферова это одно время являлась моим преподавателем по вокалу она сказала что любой уважающий себя исполнитель артист он должен в год прослушивать не менее 25 новых пластинок и причем прослушивать не просто фоново в машине в общем там есть особенные секреты специальная технология так скажем прослушивание и это нужно делать для саморазвития и для вокальных данных для всего и тут опять же моя лень берет вверх мое нежелание то есть слушать я знаю что я много делаю так и делаю не по максимуму но если говорить о музыке все-таки меня больше впечатляет то что было сделано несколько лет назад 5 10 лет назад 15 в свое время я это упустил не слушал то есть сегмент например рока в разных вот направлениях его для меня вообще не существовало поэтому сейчас я скорее знакомлюсь со старыми исполняешь пробелы эти да 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 исполняю пробелы и могу сказать что это впечатляет гораздо больше чем то что делается сейчас антон а ты вообще любитель самобичевания просто заметила что любой артист вообще мог бы сказать инес ну мы как люди взрослые наверно понимаем что времени у меня немного прослушать да и периодически это делаю да но вот здесь я слышу что я лентяй да вот я это признаю и не только это возможно в этом я не очень талантлив то есть ты любишь до себя на руб во первых я сразу же всех обезоруживаю хейтеров и мне чего уже будет мне сказать я сам признал свои ошибки на самом деле я действительно считаю что 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 дело в лени потому что и я знаю много людей у которых есть чему поучиться в этом плане есть чему поучиться я вижу чего они достигают благодаря этим усилием самобичевание ну да да я признаю что у меня все таки есть есть такая черта я уж не знаю чего это характера или или может быть господь тоже мне это дал я иногда нам наверно слишком усердствую давлю на эту педальку чуть-чуть но ничего страшного я же еще молодой мне всего 35 я научусь надо я только читала что но для меня это во всяком случае было открытием что искусственный интеллект уже умеет писать песни и стихи да но неплохо получается кстати я вам скажу потому что я столкнулся с одним приложением в сети которая делает танцевальную музыку я не знаю из чего он это собирает все но например нужда так скажем в живых музыкантах или в диджеях во всяких заведениях ночи лова где люди любят отдыхать пить кофе или просто даже танцевать она скоро отпадет эта нужда потому что музыку будет генерировать робот и людям я думаю люди даже не обратят на это внимание фоновая музыка она 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 будет изготавливаться роботами да ну а ты как вот как ты сам сказал как слухач как sound продюсер как человек с музыкальным слухом как считаешь вообще такие развития в современных технологиях они упрощают музыку или они как-то помогают ей развиваться что она теряет а что приобретает ну тут я я не знаю меня не было такой теории я сейчас на ходу просто это попытаюсь как-то сформулировать музыка наверно может делиться вот как раз на фоновую музыку то есть по сути ты едешь машине не особенно важно что там может играть но просто чтобы это как-то было с тобой на волне с твоим настроением и все-таки музыку которая может зацепить но тронуть скажем струнки до отчего человек начинает переживать эмоции какие-то почему он начинает любить эту музыку и тут я уверен что нужен и просто необходим человеческий фактор авторский фактор потому что только человек может тронуть сердце человека я думаю что так но сейчас современная музыка которую слушает молодежь она действительно стала мимолетная уж не хочу умалять так скажем способности людей которые ее создают но действительно это однодневное творчество людям как им хочется услышать про здесь и сейчас и завтра уже это будет не актуально но пускай это тоже имеет место быть музыка мемы как ее назвать я не знаю но я все-таки так скажем к другому лагерю принадлежу пусть это будет не модно пусть это будет не так громко не так злободневно но я хочу делать что-то что вспомнят может быть и через десять лет ну я понимаю что не скромно немного но тем не менее так скажем мое рвение мой настрой он такой а тебе интереснее вообще работать над звучанием с живыми инструментами или это что-то новое пытаешься искать вместе с компьютером с машинами ну как андрей александрович любит говорить наша группа я сейчас вспомню слова умные пост модернизм на службе традиционализма по моему так это звучит ну и в общем-то в эпоху постмодерна скорее мне интересно что-то вспомнить и смешать что-то такое что еще никто не смешивал потому что я честно говоря в композитор не мечу я слышал работу настоящих композиторов но очень интересно что мы живем в такое время когда можно создавать что-то новое так скажем из частей чего-то старого может быть даже забытого а есть какой-то ориентир есть тот кто вдохновляет по сей день нет есть есть очень интересные артисты и сейчас англичанин по моему он англичанин план би у него я не знаю вышел ли новый альбом или нет но старый мне очень сильно понравился и я даже с некой завистью слушал его альбом потому что человек очень классно читает на интересные темы и просто обалденно поет у него классно очень диапазоны он сам делает аранжировки это это прям мечта чтобы я так мог все это делать и он у него абсолютно эклектичный альбом в разных направлениях шикарные клипы то есть как это сделано все например интересно смотреть как современный актуальный например рэп до хип-хоп как его можно замешивать с гитарами это подавать это машин ган келли американец очень классно это делает ну и и из старых кто меня вдохновлялся время конечно продиджи это ребята которые работают с сэмплами с электроникой наверно они одни из лучших мне кажется без вдохновителей не может творить никто потому что все великие режиссеры все великие композиторы если удавалось кому-то из них вытянуть эту информацию они все признавали что у них были вдохновители пусть это были не в том же жанре например не в музыке но их что-то обязательно вдохновляла картина ли чё-то творчество всегда являлась таким катализатором для создания чего-то нового но из коллег по цеху мы кого-то можем выделить или здесь все пока в сторону запада я поражен например как правильно сказать по ладовитостью василия вакуленко басты мы с ним поработали недавно на нашем альбоме умереть от счастья я поражен то есть я прям я прям был очень сильно приятно удивлен человек производит столько классного материала в разных направлениях видно с каким огнем он все это делает и я вижу что у него хватает времени на семью и у него огромный штат за которым нужно тоже ухаживать надо всем уделять внимание и сколько музыки он производит и какой и насколько у него натренирована вот эта чуйка на народное творчество все ну это очень круто дима хаски очень классный пример того как можно адаптировать современное например западное звучание под нашу ментальность под наш характер как можно вплетать туда интересные образы у дима он умный парень мг у за плечами очень интересный человек ну хорошо если говорить о твоей семье правосима мы поговорили что успевает молодец о твоей семье у тебя тебе удается быть и на работе и дома в равной части слегка наивный вопрос получается так что мы с андреем проводим больше времени чем со своими семьями жены ревнуют я думаю что да а как вы заглаживаете эту вину зная тебя я уже понимаю что вина все-таки какая то есть внутри ну нет не то что не вина во первых наши жены они знали за кого они выходят замуж мы как как скажем ну то есть когда мы с ними встретились когда я например стресс со своей женой я уже был артистом пусть можно сказать начинающим но уже был и она прекрасно знала что я свяжусь этим свою жизнь у андрея точно такая же ситуация хотя нет андрей тогда еще преподавал изобразительное искусство в школе ну заглаживать вину нет нет я думаю я думаю если в этой ситуации и считать себя виноватым то с этим невозможно было бы жить то есть ну как это мне пришлось бы постоянно оправдываться за свое любимое дело за дело которое кормит нашу семью а это для каждой женщины все равно немаловажно не вину но все-таки мы стараемся уделять время семье и мы стараемся с пониманием всегда относиться устраивать какие-то мини-отпуски уикенды что-то еще нет серьезных проблем нет на почве слава богу а что для тебя вообще семья семья ну так как я уже взрослый мы создали так скажем ячейку общества уже самостоятельно то конечно моя семья это в первую очередь сейчас это я и жена и дай бог дети которые у нас будут в более широком плане это в первую очередь дальше идут мои родители семья которая воспитала меня и так скажем отражением этой семьи я являюсь поэтому это не просто немаловажно это это наверное самая важная вещь и семья которой я буду благодарен до конца своих дней еще шире берем эта семья это уже твои коллеги и соратники за которых тоже нужно так скажем вставать горой которые тоже бы чувствовали и твое участие в их жизни и там же уже находятся и все твои крестники крестницы ну наверное так шире я думаю не стоит делать этот круг дальше пусть это уже будет просто не знаю моя родина общество люди которые не интересны там и т.д. и т.п. пусть вот семьей пока ограничится утром когда-то выбор в сторону семьи стал в твоей жизни переломным и когда я смотрела программу поиски пути ты также рассказывал о том что этот выбор тебя обратил к богу да вы не скрываете того вместе с андреем вы не скрываете того что вы христиане да вы это не то чтобы позиционировали да но вы об этом стараетесь говорить а что в твоем понимании быть христианином сложно сказать мне кажется для каждого человека существует своя градация есть люди которые говорят что они христиане тут же они говорят что у них нет грехов и не в чем кается что тут же вызывает подозрение лично у меня опираясь на мою градацию я скорее назвал бы себя наверное человеком как раз на пути стремящимся и может так случиться что прям ну правоверным правильным христианином я себе может никогда и не назову и я считаю что очень важно чтобы у человека был этот маячок что он он не будет до конца чистым вот каламбур до конца до конца свои дни у него не получится очиститься к этому только приближаются святые старцы священнослужители которые лечат души других людей они сами даже себе говорят что они только приближаются к этому на этом пути поэтому но если говорить именно о причастности к конкретной конфессии то конечно я христианин православный христианин так наверное людям проще сразу воспринимать мою как мою систему ценности то есть ну наверно для этого я могу сказать я православным христианин но с точки зрения вот следования по этому пути я далеко до этого статуса звания не знаю как сказать быть христианином это как ни странно попытаться сохранить это один из моментов попытаться сохранить грань между твоей жесткостью и твоим стержнем не путать с гордыней и между твоей мягкостью и вот как бы странно не прозвучало всеобъемлющей любовью ко всем вот сохранить эту грань чтобы ты в определенный момент четко мог отстоять свое мнение отстоять веру свою семью и в то же время не не пережестить не знаю там не ударить человека не убить ну в общем как говорят не ломать дров мне кажется это одна из таких важных ступеней причем все это нужно делать осознавая не по наитию очень важно если ты если ты уже человек семейный быть верным мужем быть честным стараться быть честным скажи пожалуйста с тех пор как ты открыл сердце богу да тебе удалось стать более терпеливым к людям наверное я отвечу да есть какие-то подвижки в эту сторону но тут важнее даже не не научиться сдерживать себя хотя в идеале это так это для начала нужно научиться замечать то есть но как-то отстреливать этот момент что вот сейчас я перегнул сейчас и перегнул попробую это не повторять следующий раз максимально попробуй сосредоточиться на этом и вот когда человек начинает замечать свои слабости свои грехи вот мне кажется тогда можно сказать что он наверно 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 верно на верном пути да потому что таинство исповеди там таинство причастия это же неотъемлемая часть христианина это кстати к вопросу быть христианином это немаловажная часть чтобы на исповеди покаявшись в гневе еще в этом в букете так скажем твоих недостатков ты старался не совершать этого больше да именно научиться замечать это это мне кажется первая ступень а дальше уже избавляться от этого наверное так это опять же я говорю это только у меня в голове я не знаю насколько это правильно ты православный христианин андрей к протестантской церкви относится у вас на этой почве бывают споры разногласия какие-то или все довольно гладко нет с андреем у нас никогда споров не было на этот счет не было были скорее но какие-то дружеские подколы на этот счет но не более то есть в какой-то конфликт это никогда у нас не перерастало я считаю что это последнее дело на этой почве ссориться друзьям это неправильно это неправильно это не по-христиански не с той позиции еще строчки о семейном положении у тебя написано семья занимается благотворительностью то есть любой человек который захочет о тебе что-то узнать он может пожалуйста кратчайший путь зашел в википедию и там это написано с 2011 года он состоит в браке и семья занимается благотворительностью семья прям занимается благотворительностью может быть это как раз речь идет о той семья который ты говорил уже всеобъемлющий да которая включает и коллег по цеху потому что о вашей благотворительной истории группы 2517 я знаю мы разговариваем с андреем ну вот мне было интересно по поводу семьи то есть приврали немного я не знаю что они имели в виду семья занимается благотворительностью ну хорошо а для тебя благотворительность это что что тебя сподвигает ей заниматься да и что сам процесс тебе это дает потому что извечный ведь вопрос да кто больше получает я тут честно отвечу от меня я по крайней мере не припомню ни одного случая чтобы инициатива на какое-то благотворительное мероприятие исходила от меня может быть просто я это не придумал может быть у меня не было на этом времени я не знаю но честно ни разу инициатива не исходила от меня но я также не припомню ни одного раза если при соблюдении всех условий для участия например команды или моего мы когда-то отказались от благотворительности от предложения семья а жена является моя жена наталья является одним из учредителей детского арт-фестиваля выше неба и они насколько я знаю сотрудничает тоже с тем же фондом с которым которым помогаем мы живи малыш вот может быть и это они имели ввиду что она тоже участвовала в этом а по логике она плюс я эта семья значит семья занимается благотворительность вот разобрались хорошо помимо помимо того что вы поддерживаете фонд я знаю что вы также выезжаете и поддерживаете лично людей зависимых людей попавших в сложную жизненную ситуацию в питере мы навещали так скажем по по просьбе олега горгуши посещали дом на горе да где люди с тяжелыми судьбами немного попели для них пообщались ну знаешь всегда я не знаю насколько это действительно корыстная цель для меня если можно и так назвать но почему мне это лично надо мне кажется не то что мне даже зачитывается там за это все нет я об этом не думаю мне скорее интересно берет даже такой азарт действительно ли это общение хотя бы чуть-чуть помогает этим людям ну то есть правда я им сейчас вот хоть немножко помог и вот от мысли я если я вот вот этой мелочи это мелочь для меня хоть чуть-чуть им помог но мне кажется это мне кажется это вообще супер то есть что я не прикладывая каких-то гигантских усилий могу хоть чем-то помочь не знаю поднять настроение этим людям придать какую-то немного щепотку вкус к жизни маленькой им дать я не знаю естественно напрямую вопрос таки не задаю им этим людям но осознание этого становится конечно же самому лучше это это не не тешить самолюбие там не взращивать эго свое нет мне просто кажется это как-то но классно для души для моей не знаю это здорово а вдруг появится где-то человек который также сможет не прилагаю силе чем-то помочь мне то есть в сложной ситуации да кстати в христианстве нет слова карма его нет но есть но должно быть должна быть какая-то аналогия ведь есть же истина относиться к другим так как хочешь чтобы относились к тебе это же тоже получается к это виды видоизмененное понятие карма но вот в общем я об этом думаю да я хочу чтобы со мной может быть тоже кто-то так поступал когда мне будет сложно а скажи вопрос ведь тоже из разряда из вечных об этом надо говорить или лучше знаешь тихонько сделал это доброе дело и забыла нет об этом не нужно говорить этим не нужно не нужно хвастаться такими вещами твари милостыню в тайне по моему я может быть переврал чуть-чуть но смысл тот твори в тайне не надо пусть будет хорошо только людям которым ты так скажем помог вот ну я не знаю может быть есть какие-то моменты я сейчас у них просто не думаю что может быть это привлечет если я расскажу об этом внимание какой-то информационный повод может быть да я в этом плохо разбираюсь вот но сам человек мне кажется никогда не должен хвастаться везде заявлять об этом могу посмотрите какое мы часто задаем нашим гостям вопрос считаешь ли ты себя счастливым человеком счастливым человеком человек сам по себе такое неблагодарное все равно существо тут же вот ты спросила считаю ли я себя счастливым до считаю себя счастливым но мне конечно для счастья вот для полного счастья не хватает вот этого вот этого вот этого пятого и десятого но я думаю что там виднее что делает меня счастливым и сколько мне нужно для счастья поэтому да я счастливый человек даже если взять просто творчество нашу деятельность творческую можно по пальцам сосчитать людей среди наших не знаю коллег вообще тех кто занимается музыкой тех кто занимается любимым делом это любимое дело творчество оно востребовано оно приносит тебе деньги то есть так скажем ресурсы для жизни и тебе за это ничего нет мне кажется даже в этом уже вот кулаке уже есть счастье и плюс ко всему меня любящая жена у меня преданные друзья появилась возможность я построил дом в котором теперь живет моя семья есть возможность общаться с интересными людьми да я думаю что я счастливый человек а если бы можно было я люблю вот эти игры если бы так обыдать но если бы можно было свою жизнь немного изменить преобразовать чтобы туда добавил а чтобы исключил чтобы история была такой полной чтобы добавить я хотел бы больше заниматься спортом вот что хотел бы больше активного отдыха я хотел бы и встать на сноуборд я хотел бы на горных лыжах кататься и там сплавляться на байдарке то есть хотел бы заниматься единоборствами я хотел бы чтобы на все на это у меня хватало времени о сформулировал я хотел бы научиться организовывать свое свободное время и рабочее время организовывать так чтобы мне на все хватало времени я подписан на ивана хлобыстина в инстаграме и я просто поражаюсь тому как этот человек все успевает я прям ему прям белой завистью завидую это потрясающе то есть я хотел бы научиться также до чтобы я мог и уделить всем время и съездить причастить своих крестников и посетить зал еще кучу встреч всего ну и наверное не страдать от этого да не уставать так сильно такие вот мне нереальные мечты кстати вопрос который в нашем блоге о вере детям надо прививать веру обучать вводить в курс дела или все должно происходить свое время и бог знает лучше вообще когда открыть для них это тут я маленько тогда могу начать спорить с православными традициями если скажу что ребенок должен сам вырасти понять что ему нужно не нет однозначного у меня ответа на этот счет на тебя ведь будут дети да я могу привести пример из своей жизни он не касается веры в бога свое время в 90 мой папа владимир александрович меня и моего старшего брата диму так скажем сделал так чтобы нас не съели улицы в то время он главврач он работал больнице он увлекся восточными единоборствами он лично переписывался не помню с кадочником или с кем письма то есть по писал то есть он организовал секцию он самообразовывался в этом плане он переписывался с мастерами по по стране для того чтобы заинтересовать нас с димой вот с таких лет чтобы мы не попали туда куда не нужно было попасть в то время он организовал секцию воспитывал там вот сельских ребятишек нас несколько лет по моему четыре года это было самбо потом рукопашный бой вот для чего он это делал не только же для того что ему это было интересно он знал что может что-то случится непоправимое не знаю если бы он этого не сделал возможно может все по-другому и сложилось бы я понимаю это абы да кабы но тем не менее может быть и касаемо веры может человек так далеко уйти а может быть ты сможешь предостеречь от каких-то ошибок от каких-то потрясений в общем без которых можно было бы обойтись и уже ну следовать по правильному пути так скажем нет однозначного ответа я всего лишь привел пример ну и финальный вопрос нашей программы мы задаем его всем за что больше всего в жизни ты благодарен богу за что именно ну я отвечу за родителей за семью в которой я вырос за тепло и любовь за все что они в меня вложили потому что моя сознательная жизнь началась только после этого я думаю что это влияет это играет огромную роль вообще в становлении человека сколько любви в него было вложено как внимательно к нему были родители я думаю изначально раз уж с этого началась моя жизнь это за свою семью потому что все что я имею дальше мне кажется без этого бы просто не было спасибо тебе огромное за это море откровений я хочу чтобы наши зрители тебя узнали с другой страны и хочется верить что сегодня нам это удалось я очень надеюсь было очень приятно пообщаться спасибо а